Помимо этого на курорте демонстрировали современные фильмы корейских режиссеров. Зрители увидели исторический боевик, романтическую драму и комедию. Все дни работала фотовыставка, посвященная традиционному корейскому наряду. А вот искусством народного танца гостей удивлял уже российский коллектив, ансамбль «Кым Гансан» из Ростова-на-Дону. Между тем, гости приезжают в Сочи не только ради культурного обмена. Следующие зимние игры пройдут в 2018 году как раз в Корее. И много, помимо этого проекта, много идет связей наших партнерских обменов по поводу того опыта, который накоплен в городе Сочи в преддверии проведения и подготовки зимних олимпийских игр. В ближайшие три года во время подготовки к играм в Хёнчхане гости из Кореи еще не раз посетят Сочи. На курорте также существует корейская диаспора. Ей больше 20 лет. В составе около 150 человек. По словам представителя этого национального объединения, число тех, кто хотел бы изучать культуру и язык Кореи, в городе постоянно растет.